12.06 в Кирове, вторая часть дневного разворота, в студии все так же Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева, еще раз добрый день, как мы и обещали, нет, вернее, мы чуть позже представим до нашего гостя. Нам нужно подвести итоги опроса. Из первого часа коммунальные услуги вы оплачиваете регулярно с небольшой задержкой, с большой задержкой, либо вы злостный должник, либо вы не платите вообще. Вот такое счастье. Либо вы счастливчик. На сайте Кирова.ру ничего не изменилось, 72% регулярно в срок оплачивают квитанцией, а на странице ВКонтакте нашей подрос процент тех, кто оплачивает с небольшой задержкой. И, соответственно, уменьшилось количество тех, кто платит регулярно в срок. На самом деле, я думаю, что к теме оплаты услуг ЖКХ и к теме оплаты отопления мы еще вернемся в нашем эфире, когда уже будет понятен список домов, которые будут платить чуть больше. Ну, это такая тема неисчерпаемая практически, ее можно очень долго обсуждать. Но во втором часе, о чем мы поговорим? Подожди, тебе, насколько я знаю, повезло, ты не оплачиваешь коммунальные. Ну, что значит... Жизнь за городом... Нет, подожди, подожди секунду, что значит мне повезло? Мне повезло в том плане, что зимой мы платим за отопление по 8 тысяч, потому что у нас нет газа, и мы топим электроэнергией. Поэтому это такое очень относительное везение. Но, с другой стороны, когда в Кирове холодное лето, можешь включить котел и не мерзнуть дома. Ну, вот так, да, о двух концах, что называется. Да, палка о двух концах. Ну, а что мы обсудим в этом части? Да, мы будем говорить о том, что 21 июля на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 президент компании «Вятка Авиа» Олег Кочкин подписал соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией. Это касается передачи в так называемый финансовый лизинг нам вертолета, нового вертолета под названием «Мансат» и Олег Николаевич у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Добрый день. МАКС завершился, если не ошибаюсь, позавчера, да? Да. 23-го числа соглашение было подписано 21-го. Это у нас, видимо, сегодня получится разговор в продолжении уже начатой беседы о развитии санавиации в Кировской области. Взято такое направление, серьезные деньги с этого года и на ближайшие еще два года выделяются в том числе федеральным центром. Итак, вот о вашем участии, об участии компании «Вятка Авиах» сегодня хочется поговорить. Ну, начать надо, наверное, вообще с этой программы, с федеральной программой. В прошлом году целый год разрабатывалось меры поддержки, с одной стороны, отечественного производителя вертолетной техники, с другой стороны, развития санитарной авиации. И Министерство здравоохранения совместно с Минпромторгом и с их дочерней структурой холдинга «Вертолеты России» в общем-то придумали, осуществили, пробили в Государственной Думе, реализовали и сейчас реализовывают программу развития скорой медицинской помощи в отдаленных труднодоступных регионах России. Были выбраны 34 региона, в которых по определенным критериям есть труднодоступные отдаленные регионы, туда попала в том числе и Кировская область. И была продумана многоходовая программа. Началась она с того, что у нас существует государственная транспортная лизгова компания, которая занимается финансированием приобретения различных транспортных средств, начиная от атомных ледоколов, заканчивая вагонами и любой спектр отечественных импортных воздушных судов. — Серьезная техника, большая такая. Непростые автомобили по дорогам общего пользования ездят. — И правительство Российской Федерации выделило деньги на докапитализацию ГТЛК для того, чтобы ГТЛК проавансировало закладку новых вертолетов на Казанском вертолетном заводе и на Улан-Удинском вертолетном заводе. Параллельно с этим была разработана программа по линии Минздрава по финансированию оказания скорой медицинской помощи населению. По этой программе в каждом регионе проходят торги, на которых участвуют авиакомпании, которые оказывают услуги по вывозке больных вертолетами из труднодоступных регионов. — Давайте еще раз поясним. Минпромторг отвечает за постройку самолета, а Министерство здравоохранения уже за вывозку больных. — По этой программе. Программа рассчитана на три года, но поскольку частично не были учтены особенности производства, частично Казанский вертолетный завод подзатянул со сроками выпуска. А программа должна была начать действовать с января этого года, но реально она начала действовать только с конца июня. По сути, с июля месяца этого года. То есть то, что было запланировано целый 2017 год, все ужалось в оставшиеся 5-6 месяцев этого года. — То, что мы слышали в новостях, что у нас как раз летом начала сайновиация курсировать. И это непосредственно вы. — Да, и вот буквально недавно Дмитрий Александрович Курдюмов написал в своем фейсбуке, что первый рейс приняла травматологическая больница как раз с санавиацией. — Это был вертолет МИ-2 компании «Ветка-авиа». — Программа большая, там требования свои к авиаперевозчику, к необходимым воздушным судам и также требования к региональным министерствам здравоохранения. Должны быть построены вертолетные площадки, которых практически нигде уже не осталось. — А вы, кстати, участвуете? Осматриваете местность, по крайней мере, где вертолетная площадка? — Конечно, вы можете представить себе главному врачу, допустим, Центра ортопеди и травматологии дают задание поставить вертолетную площадку. Он делает совершенно квадратные глаза. А как? Что это? Как это должно выглядеть? Конечно, все вопросы к нам. — Расскажите поподробнее, как это все происходило. — И показываем. — Ну, то есть, примерно раз в неделю мы ездим либо... У нас три площадки по программе по областной должно быть построено. Две из них уже построены. Там остались небольшие шерохватости в том плане, что еще не убраны провода, которые на соседних домах с крыши на крышу перетянуты, что, в общем-то, очень опасно. — Давайте, это Центр ортопедии и нейрохирургии. — Да. Вторая — это областная больница. И третья — это будет недалеко от станции скорой помощи и онкодиспенсера за проспектом строителей на улице Ульяновской. Там будет площадка с возможностью посадки круглосуточно. То есть, там будет ночной старт поставлен. — Что такое? Освещение? — Фонари. — Сигнальные? — Фонари. Что можно было садиться ночью. На первых двух озвученных там только днем в простых метеоусловиях. — Хорошо. Вот в Кирове есть эти вертолетные площадки. Но мы же понимаем, что вертолет летит в район. Соответственно, мы ведь в районах ничего не будем строить. Каким образом там вот эта вот логистика будет происходить? — Или будем? — Ну, вот всем районам дано задание подобрать площадки. Желательно в радиусе не более 500 метров от существующих районных больниц. Ну, в общем-то, это где-то 500 метров, где-то это 1500 метров. Потому что, ну, просто в жилую застройку просто так вертолетную площадку не воткнешь. — Ну, например, я хорошо себе представлю, где находится ЦРБ в Уржуме. Там что-то как-то сложновато соблюсти, по-моему. — Ну, поэтому ищут подбедящие площадки. Где-то остались существующие площадки еще советских времен. Вот я неделю назад летал в Богородское по санзаданию вместе с нашим вертолетом. И там сохранилась достаточно неплохая площадка, на которую местные жители, говорят, уже 30 лет ни один вертолет не садился. Но, тем не менее, она там сохранилась. Там не выросли кусты деревьев, там не застроили домами, там не протянули провода рядом с ней. А на сегодняшний день это самая большая проблема. То есть в районах те площадки, которые были, они уже либо застроены, либо заброшены, либо заросли. Либо там провода поперек этих площадок проходят. То есть садиться там невозможно. — Слушайте, ну это же довольно серьезная задача и процедура. То есть приспосабливать снова это место для того, чтобы винтокрылая машина села. — Либо искать новое, да. — Либо искать новое. — Вот этим мы сейчас практически во всех районах и занимаемся. То же самое все вопросы к нам. А что должно быть? Какие требования к этой вертолетной площадке? Потому что люди ни в администрации районах, ни в районных больницах, где никто не занимались, плохо имеют представление, что должно быть. — А с кем вы сейчас контактируете? С медиками, с местными властями, с администрацией? — С главврачами районных больниц. — С главврачами. То есть они уже непосредственно общаются с муниципалитетом? — Да, они там в плотном контроле с районными властями и вместе подбирают площадки и ищут варианты, кто сносит деревья, кто переносит провода, кто асфальтирует, либо кладет плиты на эти площадки. — А если в перспективе в каждом районе Кировской области будет построена вертолетная площадка? — Задача такая стоит. Каждый район на разной степени решения этого вопроса сейчас находится. — А конечный срок? — Про это не могу сказать. Это не нам задача. Знаю, что все сейчас работают. — Безусловно, да. Тут нужно спрашивать чиновников от здравоохранения. Ведь это наверняка дополнительные затраты. Строительство расчисток этих территорий, перенос каких-то коммуникаций. — Олег Николаевич, а вот можно спросить, в чем разница? Раньше в санавиации летали маленькие четырехместные и восьмиместные самолетики, которые там практически могли взлететь с любого поля, сесть на любом поле. — В чем разница между этими самолетами, которые летали раньше, и вертолетом, который будет летать теперь в плане удобства? — Данная задача не максимальное удобство обеспечить, а максимальное создать условия для перевозки тяжелобольных людей. — Я, собственно, спрашиваю и об этом в том числе. — Значит, по условиям программы на старых воздушных судах, выпуска до 2014 года, можно выполнять полеты только до 1 июля 2018 года. — И продлить никак нельзя? — Ну, это федеральная программа, и принимается она в Москве. — То есть федералы диктуют условия? — Да. — То есть вот с этой даты самолеты в санавиации должны... — Вертолетов. — Вертолетов должен быть, во-первых, вертолетов, во-вторых, он должен быть отечественным выпуском, не позднее, 1 июля 2014 года. — Я хотела сказать, что с этой даты самолеты должны перестать летать в санавиации, или я неправильно поняла? — Ну вот, смотрите, какая ситуация. Мы 5 лет занимаемся санавиацией. У нас по старым контрактам тип воздушного суда не определен. То есть мы можем на вертолете, мы можем на самолете, но поскольку на самолете у нас совсем немного куда можно сесть, там 90% всех полетов были на вертолете. Сейчас по новой программе это только вертолеты, а со следующего года это только новые вертолеты, оборудованные, причем еще новым медицинским модулем. И чтобы реализовать эту программу, вот сейчас, собственно, что произошло на Максе, мы подписали из ГТЛК соглашение о намерениях о предоставлении в Кировскую область финансовый визинг нового вертолета «Ансад», оборудованного медицинским модулем. И, в общем-то, это длительный процесс переговоров у нас был с ГТЛК. — Простите, давайте мы сделаем небольшую паузу, немножко вдохнем, выдохнем, и вот как раз уже по новому вертолету пройдемся. — Программа «Дневной разворот» у нас в студии Олег Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Итак, давайте сейчас, мы все хотим понять, что же вы подписали, что за соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией, вы сказали, соглашение о намерениях. Это все-таки гарантия того, что у нас будет этот вертолет новый? — Смотрите, мы три месяца вели переговоры с ГТЛК, почему так долго и сложно, потому что мы самая маленькая компания из всех, кто участвует в программе санавиации по стране. Ну, надо понимать, просто там… — Самая маленькая по количеству бортов. — По количеству бортов, по размеру установок капитала, по обороту средств годовому и так далее, по всем параметрам. Потому что там участвуют «ЮТейр», участвуют «Алроса» и гиганты, у которых там по 300 вертолетов. — Ну, такие. — Ну, 100 домов это вещи, да. — Поэтому к нам там были дополнительные требования, которые мы, в общем-то, на сегодняшний день все реализовали. И вот на МАКСе, наконец, мы подписали соглашение о намерениях. Сегодня в ГТЛК проходит лизинговый совет о предоставлении вертолета. И завтра у нас по плану подписание лизингового договора уже, собственно, по поставке этого вертолета нам. В четверг мы сдаем документы на эти на регистрацию в Росавиации в Москве. — Когда к нам придет этот вертолет? — Если сегодня все гладко будет, завтра все гладко будет. — Ну, смотрите, ситуация такая. Мы, хоть и требования к нам самые большие были, но мы немножко тут, в общем-то, пошли быстрее других. И, в частности, тот вертолет, который предназначался для Костромы и был готов. Костромы с документами немножко притормозилось. Его сейчас отдают нам. Тот, который нам закладывался и строился, он был где-то к концу августа готов. Видимо, его передадут в Костроме. То есть мы здесь Кострому немножко обогнали, поэтому их вертолет передали нам. И если все хорошо, то где-то через полторы недели есть шанс, что мы этот вертолет перегоним уже в Киров. — По воздуху? — Да, конечно. — По воздуху. Давайте про вертолет поговорим. Все-таки романская авиация. — Что это за машина? — Машина выпущена в Казани. — Во-первых, это новый вертолет, который реально выпущен в прошлом месяце. Казанским вертолетным заводом. Это вообще самая последняя разработка нашей вертолетной техники в стране и одна из самых последних разработок в мире. То есть на сегодня это абсолютно современный новый вертолет, который, во-первых, обеспечит всем по самым последним требованиям безопасности, комфорта и удобства экономичности. И оснащен еще самыми лучшими на сегодняшний день двигателями. Они, к сожалению, импортные. Ну, как к сожалению для экономики, к сожалению, а для удобства. — А для пассажиров, к счастью. — Да, забыли. Называется вертолет «Ансад». Знаешь, как с татарского переводится? — Как? — Несложный, простой. Простой и несложный. — Интуитивно понятный интерфейс. — Дейфир рассказал, что он тоже недавно узнал о том, что это. Он действительно простой. Он в производстве простой. Он в чем простой-то? В управлении простой. — Современный вертолет не может быть простым, в принципе. Сейчас уже автомобили-то все простыми не назовешь. — Посмеялись, что назвал его так простой. На самом деле он очень даже непростой. Ну, как-то так вот получилось, да? — Один пилот, двое? — Возможно, пилотирование и одним, и спаренное пилотирование. — А он уже будет с тем медицинским модулем? — Да, медицинский модуль. Там это отдельное изделие, которое делает Казанский агрегатный завод. Стоит оно 19 миллионов на сегодняшний день. Требует там определенного обслуживания. И это тоже самый современный медицинский модуль, который у нас вообще в мире изготавливается. — Олег Николаевич, а Вы вот сказали про повышенные требования к безопасности. Этого самолета, ну и повышенные характеристики безопасности, да? А раскройте немного, что конкретно, что это такое? — Ну, этот вертолет оснащен двигателями повышенной мощности и позволяет проводить продолженный взлет на любом этапе на одном двигателе. То есть при отказе одного двигателя он может взлетать, набирать высоту, совершать полет, производить посадку на одном двигателе. У него там самая современная электронная цифровая авионика. Он оснащен полностью цифровым навигационным комплексом, GPS-ом и так далее. То есть все, что саморезменное только может быть, оно там есть. И там половина оборудования вообще импортное. То есть в сегодняшний день то, что стоит на импортных машинах, выпускаемых, тоже стоит и на этом вертолете. — Максимально допустимая скорость, вот я смотрю в энциклопедии, 275 километров в час, практическая дальность 510 километров, практический потолок 5700. Ну вот кому интересно, что будет представлять собой эта машина. — Грузоподъемность 1300. — Да, знаешь, сколько в Википедии написано, сколько он стоит? — 4 миллиона долларов. — 4 миллиона долларов стоит. — К сожалению, он так и стоит. — Но не мы платим, нам его отдают. Давайте сейчас поговорим о человеке, который сейчас сядет за его штурвал. — Ну, на сегодняшний день это у нас первый летчик. Он четвертую неделю переучивается в Москве в компанию «Русская вертолетная система». — Это наш кировчанин, ваш штатный сотрудник? — Да, наш штатный пилот. Три недели у него была теоретическая подготовка, на этой неделе у него практически отлет. И ожидаем, что в конце этой недели он уже будет готов. Мы его посылаем в Росавиацию, чтобы он получал новое пилотское свидетельство с новым типом. — А до этого он летал на Ми-2? — Да, он до этого летал на Ми-2, у него очень большой налет на Ми-2. — А на Ми-2 кто сейчас будет летать? — У нас, во-первых, два существующих пилота на Ми-2, и еще мы собираемся трех человек принимать. То есть сейчас ведем переговоры еще с тремя. — Ну, давайте поподробнее расскажем. Может, сейчас кто-то откликнется. — Значит, ну, на самом деле есть небольшая проблема. Если нас кто-то слушает, у кого есть знакомые вертолетчики, то хочу сказать, что мы сейчас в компанию набираем новых пилотов вертолета с возможностью перегучивания конкретно на АНСАД за наш счет. Обещаем зарплату от 120 тысяч рублей в месяц. — Хорошие деньги. — Володя, когда пойдешь учиться? — Вертолетчик, я думаю, что-то поздновато. — Олег Николаевич, какие требования к этим людям? Пилот санавиации, он летает там, должен быть круглосуточно на работе. Вот в каких условиях эти люди работают? — Ну, смотрите, во-первых, у каждого летчика есть свой минимум погоды, при котором он может летать. У кого-то это там дальность видимости 3 тысячи и нижняя граница блоков 200 метров, у кого-то там 2 тысячи, нижняя граница 150, у кого-то тысяча и нижняя граница 100 метров. Чтобы сменить этот минимум, летчик должен при определенных плохих погодных условиях летать определенное количество часов. И чтобы реально в наших условиях получить минимум 100 на 1000, это надо летать лет 5 постоянно, регулярно. И такие пилоты, они ценятся, у кого уже хороший метео минимум. Это понятно, что у него уже большой налет, у него большой опыт налета в сложных метеоусловиях. У него обязательно должен быть допуск посадкам с подбором с воздуха, полеты в ночное время. Ну и там это уже свои такие авиационные нюансы пошли. То есть не просто летчик, летчики, они бывают разные, с разными минимумами, с разными допусками, с разным опытом. — Давайте сумму еще напомним, сколько выделяется по этим программам, и область там выделяет, федеральный центр. — Ну, по условиям, значит, для Кировской области софинансирование области 5%, финансирование федерального бюджета 95%. — То есть 168 было анонсировано, 168 миллионов. — И 188 миллионов, да, и область 18. — Эта программа рассчитана на три года, что будет дальше, пока неизвестно. В 2020 году мы еще сами не знаем. Вертолеты России пытаются эту программу до 2025 года продлить, но это пока еще на уровне переговоров. — Ну, стоит предположить, что если федеральный центр откажется финансировать, то область, ну, вряд ли, наверное. — Область, конечно, такую сумму вряд ли, но нюанс такой. Мы заключаем договор резинга на два с половиной года с ГТЛК и планируем за два с половиной года рассчитаться за вертолет. То есть дальше нам не придется его отдавать обратно в ГТЛК, и мы надеемся, что он сможет оказывать услуги дальше у нас в Кировской области. — Рассчитываться за вертолет будет в Кировской области или в Вятка-авиа? — Вот в Вятка-авиа рассчитываться. То есть у нас контракт заключен, мы получаем деньги только за налет. Никаких там гарантированных, либо постоянных, либо фиксированных выплат у нас нет. Все, что мы налетали, из-за этого нам перечисляет бюджет. Из этих денег мы выплачиваем лизинговые платежи в ГТЛК. — Ну, хочется надеяться, да, чтобы тема эта продолжала, конечно же, развиваться. И вот буквально накануне исполняющий обязанности министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отчитался о том, что санавиация в настоящее время у нас очень активно работает. То есть ваш вертолет Ми-2, он буквально каждый день, а не по разу. Расскажите, как работа ведется, насколько насыщенно? — Ну, просто сейчас мы порядка... — Сколько раз в день вертолет ваш? — Наверное, у нас сейчас налет по итогу месяца будет порядка 100 часов. — А в разах вылеток, если все-таки... — Да, но вот налет по итогу месяца 100 часов, это не совсем понятно. Вот если вы скажете, там, 5 раз в день он летает или 3 раза в день. — Ну, можно сказать, что средний полет — это 2,5 часа. То есть это порядка 40 вылетов. Раньше мы летали там порядка 15-20 часов в месяц. — Конкретно пилоты, конкретно ваши сотрудники, они рады, что они сейчас так востребованы? — Ну, конечно, конечно. — Работа. — Если раньше мы летали... — Если больше работы, они получали больше все-таки? — Один или два раза в неделю, то сейчас мы летаем 2-3 раза в день. Это большая разница. И самое главное — это люди, которых реально... Люди, которые находятся в критическом состоянии за другими, это просто нелетаемо. И этих людей мы вывозим сейчас в Киров. — А раньше, допустим, если вы понимаете, что вы не можете улететь за таким пациентом, ну, либо по другим каким-то причинам, где их лечили? У себя в районах? — Их доставляли на обычной машине скорой помощи. Либо, если он был вообще нетранспортабельный, то врач ехал туда на каком-то виде транспорта и там пытался оказать помощь в районной больнице. — Ну, она у нас присутствовала, она традиционно. Вы сказали, в Богородское лично летали, да? — Да. — С целью посмотреть, или вот как раз-таки вертолюционную площадку данная? — Да, посмотреть площадку и, ну, так, на себе почувствовать, в каких условиях работает пилот, потому что мы вылетали, это как раз уже ночь была. — Справляются? Тяжело? — Справляются, тяжело. — То есть пилот, он дежурит практически, да? Круглосуточно или как? — Ну, круглосуточно-то не всегда ночью погода есть. Требования к погоде ночью и днем, они разные. Поэтому летаем днем постоянно, иногда и ночью еще. — Вот, кстати, недавно как раз исполняющий обязанности заместителя председателя Прореческого Кировской области Дмитрий Курдюмов говорил, обращался, да, к людям, к нашим слушателям, чтобы с пониманием относились. Может, эти гул винта, да, доставлять неудобства. Ну, вот сказал, пожалуйста, потерпите. — Ну, надо понимать, если вертолет садится либо в областную больницу, либо в центр травматологии, то это значит, что принято решение там его не у нас в Кучанах забирать, там не площадки, которые на Ульяновской, а речь идет уже о минутах жизни человека. — Вопрос очень серьезный, очень сложный. — Олег Николаевич, а вот Вы сказали про медицинский модуль, что в этом вертолете самый современный медицинский модуль. Тоже можно немного подробнее, да, характеристики этого модуля? — Я, к сожалению... — Это все-таки к медикам. — Да, это к медикам. Я знаю там приборы кислород, приборы для реанимации, кардиомонитор, дефибриллятор и так далее. Я тут совершенно не ориентируюсь в этих названиях. Лучше не меня спрашивать. — В общем, все для того, чтобы спасти человеку жизнь вот здесь, в экстренных условиях. — Да, чтобы довести до транспортировки. — А сколько примерно один вылет стоит? Вот в настоящий момент. — Ну, смотрите, на вертолете Ми-2 один час полета стоит 75 тысяч рублей, на вертолете Ансад час полета стоит 165 тысяч рублей. — То есть если полет... — Отсюда и понимание, почему такие деньги большие выделяются. — Деньги очень большие. И на 95% это деньги федеральные. — Ну что же, прервемся, да, ненадолго? — Я думаю, нет, я думаю, нет. Олег Николаевич сказал, что торопится очень. Поэтому давай отпустим все-таки Олега Николаевича. Еще новости обсудим после. — Продолжим еще немножко тему санавиации, да? Ее развитие в нашем регионе. Вот как раз-таки сейчас упомянул про Андрея Черняева, исполняющего обязанности министра здравоохранения Кировской области. Вот он какие цифры привел. За первое полугодие этого года было совершено 32 вылета, эвакуировано 37 пациентов. Но, видимо, за один раз не одного, а двух, возможно, брали. А в то время как с 6 по 21 июля санавиация сделала 27 вылетов и спасла жизни 26 человек. По словам исполняющего обязанности министра, стало возможным благодаря участию области в программе по повышению доступности медицинской эвакуации воздушным транспортом. О чем нам Олег Николаевич рассказал. Слухи ходят уже в городе, что кому-то это не нравится, слишком шумят вертолеты. Как к этому относишься? Можно потерпеть неудобства? На самом деле, конечно, я здесь такая не очень репрезентативная аудитория, потому что живу за городом и не слышу ночью даже городского шума. И в небе над домом ничего не летает, да? Да, в небе над домом ничего не летает, но на самом деле мы же все понимаем, что речь идет о жизни людей. И я думаю, что в этом случае стоит задуматься, что а если бы это был наш родственник? Как бы мы тогда к этому отнеслись? В принципе, я думаю, что неуместно мыслить такими категориями, что вот здесь сейчас вертолет шумит, людям спать мешает, а в вертолете человек, которого надо спасать. А, кстати, нашим слушателям мы тоже можем предложить высказаться на сей счет. 211-101, как вы относитесь к развитию санавиации, к возрождению санавиации в нашем регионе? Может, кто-то живет, может быть, рядом с центром ортопедии, как он сейчас правильно называется, нейрохирургии, либо рядом с областной больницей, либо рядом со станцией скорой помощи, если вы слышите, как садятся, взлетают в вертолеты. Ваше отношение к этому? Я рядом с областной живу, но я вот не слышал, честно говоря, еще, да, я не знаю, там, летают они уже, не летают, садятся, не садятся, я, по крайней мере, не слышал. Но где-то, кстати, в интернете я видел комментарии, что-то вроде, ну вот, такие большие деньги, почти 200 миллионов рублей в этом году, да лучше бы дороги сделали в эти самые же отдаленные районы. Как тебе такая позиция? Это, знаешь, когда там строят детские космические центры, например, у нас в регионе, тоже бывают такие мнения, зачем столько бабла тратить на учреждения культуры, лучше бы дороги сделали. Дороги в отдаленные районы? Я понимаю, понимаю, да, дороги в отдаленные районы. Жизнь наша становится все более современной с каждым днем. И я считаю, что нельзя игнорировать современные средства перемещения, новые технологии. Это раз. Во-вторых, если на это выделяются федеральные деньги, то нужно этим пользоваться, пока у нас есть такая возможность. Если выделят завтра федеральные деньги еще на что-то, соответственно, тоже нужно будет стараться это максимально привлечь. Все регионы, там, большинство регионов дотационные, у большинства регионов проблемы с бюджетом, денег не хватает. Поэтому, когда есть возможность привлечь из федерального центра хоть что-то при минимальном софинансировании региона, я считаю, что нужно этим шансом пользоваться. И, в принципе, наверное, не важно, что это вертолеты, дороги, космические центры, театры, культурные объекты. Пользоваться по максимуму. Ну, я тут отталкиваюсь от позиции человека, пациента, человеческой жизни. Безусловно, вертолетам по воздуху гораздо быстрее, да, ведь доставить тяжело больного, нежели везти его по дорогам, в том числе новым, если они будут построены. Да, по нашим дорогам. По нашим дорогам, да. Все-таки расстояние у нас в области довольно-таки приличное. И автомобильным транспортом, ну, вот, да, как-то не удается зачастую добраться слишком быстро. Кстати, тему федеральных программ можно ведь и дальше развивать. Мы ведь прекрасно знаем, что их в последнее время все больше и больше, и мы претендуем на их участие. Ну, я думаю, что... Безопасные качественные дороги, дворы, дворы и так далее. Дворы, да, как раз вот программа «Комфортная городская среда». В 2018 году мы выбираем президента. И я думаю, что это не последняя федеральная программа, в которой регион может принимать участие. Мне почему-то кажется, что под выборы президента еще будут создаваться такие позитивные информационные поводы. Вот именно под выборы? Как думаешь, пройдут президентские выборы и все? Как-то урезание будет этих федеральных программ? Я недавно задумался об этом. Неужто мы на самом деле так от выборов до выборов живем? Ну, хотя те же федеральные безопасные и качественные дороги, федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», она же, как известно, у нас на сколько там, 5 лет? Ну, собственно, мы же живем в большинстве случаев электоральными циклами. Это ни для кого не секрет, что, к сожалению, происходит так. Но в каждом событии можно искать и плохое, и хорошее. Можно говорить, что никто не думает на 20 лет вперед, все думают только на 5. Но мне кажется, что даже если эти программы будут созданы под выборы, ну, да и что. То есть надо этим шансом максимально воспользоваться. И было бы хорошо, если в нашем регионе будет кому пробивать все эти федеральные деньги. Ну, мне кажется, это глава региона должен делать. Ну, я имею в виду, что здесь очень важна активная позиция главы региона и некий капитал главы региона в Москве, в федеральном центре. То есть чтобы его там воспринимали. Но на самом деле, вот кроме этого, да, какого-то человеческого либо политического ресурса, когда обсуждаю с экспертами возможность строительства каких-то инфраструктурных объектов, есть такое мнение, что за вот этим всем спрятана очень кропотливая, невидимая работа. То есть чтобы приехать в Москву, условно, там, главе региона или министру, или там замгубернатора и попросить денег на какой-то объект, нужно уже провести всю подготовительную работу. То есть если ты едешь... Конечно, с багажом нужно доехать. Да, просить денег, ну, я не знаю, на театр, там, на космический центр, на дороге у тебя уже должен быть подготовлен проект, который стоит x миллионов, подготовлена вся документация, и только вот в этом случае, да, можно на что-то рассчитывать. То есть здесь вопрос в том, чтобы эта вот невидимая работа была сделана в регионе заранее, за нее заплачены деньги, и чтобы руководство региона понимало, а что, собственно, нам сейчас нужно, да, и что у нас сейчас в приоритете. Ведь возможно, что там эти вложения не окупятся, возможно, нам не выделят деньги. То есть вот здесь есть над чем задуматься, и, соответственно, хочется, чтобы было кому этим заниматься в нашем регионе. Кстати, по поводу вот упомянутой сейчас нами программы «Комфортная городская среда», ты знаешь, что там все работы, все эти несколько десятков дворов, они должны быть отремонтированы до 1 сентября? Да. А уже конец июля. А уже конец июля. И ничего не делается. Еще ничего не сделано. И у нас был на прошлой неделе здесь в эфире председатель Законсобрания Кировской области, Владимир Быков, и он тогда сказал, что накануне, вчера, 24 июля, будет в Краснодаре, где будут эти федеральные программы обсуждаться, и мы с ним договорились, что в начале августа встретимся здесь в студии, он расскажет, что же там решено. Мне бы хотелось, чтобы не просто уже разговоры были, а делались эти дворы, потому что я где-то видел в списках, эти списки есть, гуляют по интернету, по-моему, соседний двор, что ли, со мной есть, или даже мой двор, какой-то вот участок. Очень хочется посмотреть просто на то, как это место преобразится, и оно не ремонтировалось там очень большое количество времени. А помнишь, мы в нашей студии обсуждали, что были согласованы заранее некие списки дворов, которые увидят вот эти федеральные деньги? Согласованы? Да. И там по какому-то принципу они, говорилось, попадали в этот список? Да, у нас с тобой был в студии Андрей Воробьев, руководитель ЖКХ «Эксперт». Да-да-да. Да, да. Мы живем, на самом деле, да. Очень бы хотелось, чтобы руководство, да, я с тобой соглашусь, активнее все-таки смотрело в сторону федерального центра и активнее участвовало во всевозможных программах. А, кстати, какую бы программу ты бы хотела, чтобы еще запустили? Вот что еще хочется изменить? Дороги вроде меняем, внешний облик меняем города. Ты знаешь, хочется изменить сознание. Сознание. Сознание? Да. Да, мы через пару минут будем закругляться. Я предупредаю, у нас уже звукорежиссера. Сознание? Дайте нам денег, федералы, на изменения нашего сознания. Нет, я… Самый главный вопрос, кто это будет делать, да? Самый главный вопрос в том человеке, которому не все равно. Вопрос в инициативности этого человека. То есть можно же сидеть и ждать на месте, смотреть, что нам упадет на голову, а можно что-то делать и выходить с инициативой самому. То есть вот вопрос в этом, кто… Самому в надежде на то, что тебя увидят и скажут, вау, какой активный гражданин, давай поможем финансов. Я сейчас имею в виду, наверное, даже не про граждан, я имею в виду чиновников, потому что мы понимаем, что сейчас деньги мы можем получить только из Москвы, ибо в нашем региональном бюджете все очень печально. Я имею в виду человека вот в доме напротив… Юля сейчас показывает. Да, на правительство Кировской области, которое видно из наших окон. Понятно, что куча текущих задач, но все-таки главный вопрос всегда кто? Кто этим будет заниматься, чтобы человеку было не все равно? Нам, по крайней мере, не все равно. Да? И мы занимаемся. Вот и поговорили. Особое мнение сейчас такое было, да? Да, мне тоже кажется, что как-то незапланированно случилось интервью. Спасибо, Володя, тебе за эфир. Кстати, особое мнение сегодня будет по традиции. Сегодня в гостях у нас депутат Кировской городом Алексей Кузьмин. Начнется особое мнение ровно через 25 минут. До свидания, Юлия Афанасьева. Владимир Сметанин, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!